мы едем на наш участок нашей всей семьей да да всем привет всем привет люди и что мы едем на наш участок сегодня пятница у нас и мы очень рады я пришел с работы и у нас сегодня два года нашему каналу не сегодня вот в эти в этом в эти дни скажу и мы хотим запустить салют и порадоваться вместе привет привет соседи участок любимое место развлечений сегодня мы собирали еще яблоки покажу вам в другом следующем видео лежим занесет салюты девчонки замерзли надо побегать им дядя не привет и из солнышка красивая садится раздаем салюты кто будет еще кто хочет еще на а лёшка и что вы что это глаза не надо это большой кто еще хочет один а воля только глаза не только отновь чуть чуть Друзья, мы приветствуем вас на канале Семья Савчинка. И у нас сегодня особый день, потому что у нас два года нашему каналу. И у нас сколько сейчас тысяч? Четырнадцать. И мы вышли на поляну, чтобы порадоваться вместе с вами, с нашими дорогими друзьями-подписчиками и запустить салюты. И вначале мы хотим сказать одно слово всем вам. Спасибо! Стреляй, дорогой! Пошел! Большой салют! Запускай большой салют! Пошел, пошел! И все, запускай! И последний запускай! Друзья, дорогие, мы рады вновь приветствовать вас на нашем семейном канале, который называется «Семья Савчинка». И с вами сейчас Алексей и Лидочка. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас необычная беседа, встреча, разговор, потому что сегодня у нас сколько лет, как наш канал существует? Два. Два года! Сегодня два года, как наш канал, а он в работе находится, да? Вот. И вы видели уже в начале сейчас, мы выезжали с детворой в... куда? На участок. На наш участок, да. И даже запустили салют. И даже вместе сказали «Спасибо вам!» Вот. Ну что, мы хотели с Лидочкой немножечко проанализировать прошедший год. И у нас даже есть поздравления. Друзья, мы без поздравления не можем. Потому что в прошлый раз, когда у нас была годовщина... Во-первых, сколько у нас был канал «Человек» примерно было год назад? Было чуть больше шести тысяч. То есть шесть тысяч. И сегодня у нас сколько? Четырнадцать тысяч. Чуть больше. Четырнадцать тысяч. Ну, друзья, мы немножечко с опозданием выходим. Обычно... В общем, у нас год идёт в сентябре. Примерно, когда у сына день рождения. Вот, примерно, посерединочке сентября, когда у его день рождения. У нас год. Но мы немножечко опоздали. У нас там другие были мероприятия. И мы сразу не сделали такое видео. И у нас был такой вопрос. Ну, расскажи, какой был вопрос и кто у нас победитель? Чтоб люди тебя послушали. А то ж я люблю говорить многое. Вопрос у нас был такой. Сколько подписчиков будет у нас через год? Да, то есть в прошлом году мы говорили, как вы думаете, сколько будет подписчиков у нас через год? И у нас есть три ответа самых близких. У нас никто не отгадал, но самых близких у нас есть три ответа. Да, вот эти все трое человек, они написали, что у нас будет 15 тысяч. 15 тысяч. У нас 14. Поэтому мы решили троим человеком что? Выслать открыточки, фотографии от нашей семьи. Поздравить. Это Анна Пи, Элла Ход и Кейт Эй. Кейт Эй. Да, ну, Лидочка, может быть, высадите еще на табло там имена. И вам, вы нам пришлите адреса там, как обычно, это и мы вам вышлем от нашей семьи фотографии открыточку. Спасибо. И сразу же сейчас вопрос к народу, к нашим друзьям, подписчикам. Как вы думаете, сколько будет через год, когда мы будем отмечать три года, если жизнь наша продлится, да, всех нас? Как вы думаете, сколько будет через год у нас подписчиков? Кстати, сколько ты говорила в прошлый раз, не помнишь? Я сказала 18 тысяч. Ты сказала 18. Ты была близка, я бы тебе подарил открыточку, если бы ты отмирал. С твоей фотографией. С моей могу подарить. Вот, а я говорил, как обычно, впереди планеты всей. Сколько я говорил? 50. Я говорил 50 тысяч, друзья. Ну, как же так, вы меня не поддержали. Там было больше у людей. У людей там было 2 миллиона, там что-то нам пожелали. Ну, ладно, в общем, спасибо, это все интересно, да. Еще раз, задание. Пожалуйста, под этим видео напишите, сколько будет через год. И кто будет ближе всех, тогда мы в следующем году, если наш канал дальше будет развиваться, то мы тоже вам что-нибудь вышлим. Ну, хорошо. И сейчас мы несколько буквально минуточек поговорим о нашем канале, что прошло, какие у нас есть мероприятия на будущее. Ну, во-первых, я начну, может быть, Лидочке будет дополнение. Или у тебя что-то хочешь сказать? Пока, да? Вот. Значит, наш канал немножко переобразовывается. Вы помните, что он начинал сообщение не с влогов, мы к влогам вообще относились. Знаете, как Лидочка относилась к влогам? Вот примерно так. Знаете, как она плакала? Как ты плакала? Примерно так она плакала. Она в прямом смысле слова плакала. Она говорит, ты хочешь, чтобы я снимал? Ну, я говорю, я не то, что хочу. Говорю, может быть, это будет полезно, интересно. Да. И ты этого хочешь? Вот. Она сейчас вошла в роль. От камеры не оттащить. Не-не. Да, вошла в роль она. И она говорит, так много друзей появилось. Так, говорит, приятно людям что-то светлое, доброе сказать. Ну, в принципе, ради чего наш канал организовался, да? И она молодец. Она тянет там у меня все, что уже... Вот. Начало инициатива от меня была, а теперь от нее. Вот. Только успеваем. Хорошо. И вы помните, что наш канал образовался как такой информационный, там всего много. Рецепты. Рецепты, то, что мы делаем, как играть на синтезаторе, английский язык. А потом нам сказали, пожалуйста, мы хотим узнать больше о вашей семье. Давайте влоги. Друзья, теперь сама суть. Мы все перестраиваем на влоги. Наш канал, 90%, это влоги. Английский язык для всех любителей. Мы очень хотим его перереставрировать, переработать. И у нас есть канал английского языка, english-sav.com, это сайт. А канал английский с семьей Савченко. Мы будем его продолжать, планируем, хотим. Но английский уже на семейном фундаменте не будет. Мы не будем новые выставлять, потому что все будут там. Что у нас еще? С рецептами. С рецептами. Мы периодически выставляли иногда. И мы смотрели по тому, как люди смотрят. Вот влоги выставляешь, и там за сутки 2000 просмотров. Рецепт выставляешь за сутки, ну, 500, 300. То есть, естественно, людям больше хочется как бы общаться с семьей. И поэтому мы рассуждали, и при нашем долгом рассуждении Лидочка уже не плакала. Она сама уже впереди. Да. Хорошая девочка. Спасибо. Вот, да. И, в общем, мы решили, Лидочка, будет организовываться еще один канал, который будет назваться «Рецепты семьи Савченко». Вкусные рецепты семьи Савченко. Вкусные рецепты семьи Савченко. У нас только вкусные рецепты. Зайдете к нам, и там только вкусные. Только вкусные. Да. Вот. Это будет чуть попозже, да. И тогда уже, вот. То есть, наш канал будет как больше влоги, влоги, влоги о жизни. Ну, песни и музыка. У нас есть канал тоже специальный музыкальный. Вот. Мы под этим видео, наверное, все эти ринки поставим на все каналы. За этот год у нас организовался еще «Папа и сын» канал. Но я уже говорил, почему. Потому что у нас сын один. И такой возраст подростковый. И мне хотелось как бы с ним больше времени проводить. И канал как бы он дисциплинирует. Кстати, мы сегодня выставили новое видео там, где мы будем с ним канат тянуть. Папа и сын. Вот. И это дополнительно у нас. Я очень мечтаю, если появится возможность, когда-то, дорогие друзья, те, кто любители игры на синтезаторе, вы меня просили, а потом ругали уже. Некоторые ругают. Да как же ты не выставляешь новые? Я уж там боялся прямо себе. Да. И это самое. И я бы очень хотел открыть канал с синтезаторами. Обзоры, ритмы, музыка, плюс мелодии, плюс учиться играть. Если появится возможность, может быть, когда-нибудь. А ты вот только головой машешь. Это очень хорошо. Жена у меня, она под даками. Это мило очень. Твоя участь. Может быть, ты что-то скажешь? Ну, там люди очень хотят живого общения. Стримы и лайф. Спасибо. Очень интересно, если вы под этим видео оставите тоже комментарий, насколько вам интересно, если бы мы, как и раньше, по субботам выходили, да, чтобы мы продолжали это делать. Вот. Мы с удовольствием готовы общаться, если есть спрос. Если есть спрос, если есть мы, готовы общаться. Ну, а вообще интересно, некоторые писали там не обязательно в субботу, а просто если какое-то мероприятие взять и лайф поставить. Но если это технически можно осуществить, можно попробовать, посмотреть, как люди на это отреагируют, да. Тоже пишите. Друзья, мы ориентируемся на вас, не на себя. Чего нам на себя идти? Друзья, напишите в комментариях, о чем бы вы хотели видеть наши влоги. Что вам больше всего нравится? Может быть, короткие фразы там. Как вы время проводите? Некоторые писали воскресные какие-то такие назидательные встречи, чтобы продолжались. Некоторые просили, чтобы больше песен было. Пишите, пожалуйста. Нам будет это, мы посмотрим и сразу увидим, какая востребованность, в каких темах больше, да. Вот жена у меня под таки, мне это очень нравится, когда жена у меня под таки. Лидочка говорит, наверное, надо поблагодарить всех, кто нас как-то поддерживает. Друзья, конечно же, мы это не упускаем и мы в каждом нашем видео стараемся это делать. Ну и сейчас хотим тоже это сказать, поблагодарить. Потому что именно при вашей поддержке у нас потихонечку канал растет. Да, взрывного такого может быть нет. Я знаю некоторые причины почему. Мы не ориентируемся на, как сказать, на бренд. То, что сегодня популярно. Вот. А мы ориентируемся больше на какую-то содержательность. Чтобы наши встречи, они были полезными. Многим это не нравится. Может быть, хотят приходить на YouTube, там фан иметь. Прийти там повеселиться и все. Скажут, у вас какие-то слишком такие. Вот. Да. Но у нас нет такой взрывной волны, что за год, я знаю, каналы бывает вырастают и до 100 тысяч подписчиков и больше. Вот. Но сколько у нас за этот год получилось? Если с 6 тысяч 14, то есть 8 тысяч подписчиков. Это много. Это много, друзья наши. И вы знаете, мы любим называть не подписчики. А как? Друзья. Друзья. Ну нам правда некоторые стали очень близкими. Я хотел спеть. Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя. Друзья. Да. Действительно, для нас очень многие стали реально друзьями. И уже к нам даже гости приезжали с Германии. И там целый, как к нам Кристина приехала, Лидочка выставила видео. И к нам с одной пишут, и с другого места. И мы хотим к вам в гости. И мы хотим. И мы даже уже решили как-то наш дом надо как бы... Расширять. Поширше сделать, что ли. Да. Поэтому спасибо вам именно за ваша поддержка. Вот вы друзьям советуете, говорите что-то полезное, интересное. Они подписываются, присоединяются. И поэтому мы вместе как бы радуемся. Тогда еще хочу концовочку такую сказать. Друзья, у нас была цель образования нашего канала. И у нас остается, и у нас она будет. Нести что-то светлое и доброе. Даже через обыкновенные влоги. Через нашу жизнь. Или через какие-то целенаправленные, может быть, темы. Что-то сеять такое, чтобы жить стало легче. Чтобы вы улыбнулись. Может быть, чтобы вы почувствовали какую-то теплоту. Да, так, наверное. И мы будем стараться это продолжать делать. И это очень-очень хорошо. Конечно, у нас время ограничено все. Много-много, как говорится, сжато во времени. Но появится больше возможностей. И будем больше тогда и стараться развиваться и делать. Ну, наверное, тогда все. Еще раз спасибо всем вам. За что? Давай так, по очереди. Ты говори, и я говорю. Спасибо за? За добрые слова, которые вы пишете. А это очень ценно, кстати. Очень ценно. Я всегда говорил, хвалить нас не надо. Ой, вы хорошие. Ой, вы самые лучшие. Еще некоторые пишут. Вы самая замечательная семья на планете. Я сижу и думаю, как отвечать такому комментатору? Ну, написать спасибо, это такое ощущение, что я воспринял это и действительно подумал, что я самая хорошая семья на планете. В смирении напиши спасибо. Да. Вот мы пишем в смирении спасибо. И много у вас в светлый знаков ставим. Вот. Что ты говоришь? Хорошие слова? Поддержка? Да. Да. Спасибо вам за то, что вы ставите лайки, за то, что вы поддерживаете, называется, share или поделиться с вашими друзьями. Вперед. За то, что вы приглашаете друзей лично, и они приходят к нам на канал. Да, интересно. Да, интересно. Спасибо вам, что вы нам что-то подсказываете. Такое полезное, хорошее. Вот сегодня один человек написал, и он говорит, у вас одежда одна из девочек носит, как определенная фирма. Вот. Эта фирма, она опасная. Она не совсем хорошая, да. Вот. И дали нам ссылочку. То есть мы люди открытые, мы не гордые, не ты. Я вышел, посмотрел, проверил, действительно, а мы и не знали, потому что эмблемка этой фирмы очень милая. А оказывается, корень поглубже, и поэтому мы к этому хорошо относимся. Спасибо вам за ваши комментарии. И мы стали, наверное, лучше. Вот я стал лучше за эти два года. Она сказала скромно. Лучше. Твоя очередь. Спасибо вам за всякие подарочки, и за все, что вы нам присылаете, и посылочки. За халву с зефиром, ребята. Я даже могу встать. Нет, слишком высоко будет. За манную кашу и семечки. А, кстати, семечки я в траке ел и радовался, правда. Я, простите, я у нее-то где-то нашел здесь пачечку. Это, наверное, было и тебе предназначалось. Это было и мне предназначалось. В общем, спасибо. Мы не намекаем ни в коем случае на посылочки. У нас, слава богу, все есть. Но просто, когда мы что-то получаем, это просто даже для детей чисто это как приятно. Внимание, да, внимание приятно. Да, спасибо. Спасибо вам. Интересно ли вам, у нас проходили такие субботние встречи, помнишь, да? Назывался обзор за неделю, и вся детвора была, и мы вопрос задавали, и потом песню пели, детвора уходила, и мы отвечали на вопросы. Интересно ли вам такой стиль, скажем, проведения наших встреч или нет? Да, потому что мы потом это отменили, перешли больше на лайф. Да? Кто-то писал, что они скучают по этому. Твоя участь. Может быть, просто как бы менять можно. Иногда чередовать, да? Да, чередовать. Ну, хорошо, ладненько, друзья, мы не будем вас томить. Мы вообще можем разговаривать долго, но... Сейчас, наверное, заканчивая это видео, там, наверное, ты еще раз поставишь, как салют летел, да, и как детвора сказали спасибо. А мы, наверное, пришло время прощаться. Да, спасибо вам за все. Спасибо, мы так даже дружно обнимемся с Лидочкой и скажем вам всего светлого, доброго, прекрасного. Приходите к нам, присоединяйтесь, будьте всегда-всегда с нами. А мы с вами. Да, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!